Как часто в своей повседневной жизни, в средствах массовой информации, мы сталкиваемся с проблемой раннего взросления наших детей. Я сам отец, у меня есть дети уже взрослые и внуки. И так же остро ощущаю всю безмерную глубину и сложность этой проблемы. Поэтому давайте задумаемся вместе. Ведь мы вышли родом из Советского Союза, где социальное государство стояло, если хотите, стеной. Крепкой, надежной стеной, которая защищала детей до определенного возраста, до возраста возмужания и вступления уже во взрослую жизнь, защищала от мерзости, от разврата. От бесконечных искушений. Это правда. В этом государстве, конечно, многого не хватало. И поэтому оно пало. И прежде всего, конечно, не хватало Бога. Государство было безбожным. Но, тем не менее, с точки зрения защиты детства, там все было нормально. Сейчас мы видим обратную картину. Сквозь рухнувший железный занавес на наши просторы излились потоки грязи. Интернет обрушил последние стены. И я знаю много примеров, просто воочию знаю, когда ребенок уже в 7-8 лет начинает касаться таких вещей, перед ним открываются такие картины, которые буквально разрушают его еще неокрепшую душу. И не просто разрушают, они лишают его возможности правильного, гармоничного, своевременного полового созревания. Они закладывают туда семена самоубийства, семена похоти, семена гордыни. И, увы, из всех этих семян ничего, кроме сорняка, вырасти не может. Как остановить это зло? Что-то вообще можно сделать? Нам предлагают различные способы фильтрации интернета, ограничения доступа на определенные сайты на государственном уровне, или на уровне отдельных школ, на уровне семьи. Но мы это прекрасно понимаем, что этими полумерами проблемы не решишь. Невозможно, находясь в центре океана, не забрызгаться водой. Поэтому в таком порядке информации к размышлению, может быть, в порядке постановки, мне хотелось бы поставить вопрос о том, что пришло время духовного воспитания детей. Представьте себе картину. Нам сейчас общество, школа, вуз, педагоги предлагают натаскивать, по сути дела, детей на развлечение определенных искушений. Туда не ходи, этого не делать, сюда не смотри, вот это плохо, и так далее, и так далее. Мы должны прекрасно понять, даже если хотите, на философском уровне, что пока мы ребенка механически натаскиваем на те или иные виды искушений, за экраном, при попустительстве порой властей, в так называемом свободном рынке, напичканном, буквально набитом мошенниками, развратниками, людьми абсолютно беспринципными и безжалостными, происходит созидание новых искушений и страстей, которые мы не включаем в поле нашего внимания. И, соответственно, ребенок попадается на эти новые искушения. Это процесс, мы никогда не догоним эту волну, если пойдем именно этим путем. То есть механический путь нам заказан. Государство, оно сейчас не может защитить, да я вообще не уверен, что оно, современное государство, в состоянии защитить нас от так называемых «свобод», в кавычках, конечно. Что делать? Я думаю, что нам надо всем русским людям, в России последнее место, где это вообще возможно, пока не поздно, заняться все-таки духовным воспитанием детей. Нам надо ребенку объяснить, что такое душа, что душа нетленна, что она вечная, что она в состоянии различать это все. Но для этого надо уже включать, по сути дела, религиозные инструменты, если хотите, религиозные знания в цикл образования. С детского сада, уже не говоря о школе или вузе, нам надо давать информацию о том, как молитвой, постом, исповедью, причастием, постепенно привести свою душу в здоровое, зрелое и чистое состояние и вернуть ей, утраченный Западом, дар развлечения духов. Тогда ребенок, даже увидев какое-то внешнее положительное явление, какую-то приманку, довольно искусственно изготовленную, он будет внутренне через свое богообщение, через подсказку свыше, если хотите, различать это замаскированное зло. Но как этот механизм действует, я сказать не могу, но я твердо уверен, что это есть. Я твердо уверен, что все эти знания в изобилии находятся в нашем святоотеческом предании, в церковном опыте двухтысячелетнем. Надо только этот опыт перевести на язык современной педагогики и включить его в образовательный процесс. Это единственный способ противостоять злу уже не на уровне государственных институтов, не на уровне системы образования и воспитания, какой бы она сейчас хорошей ни была. Повторяю, в океане грязи, не защитишься от грязи, а на уровне вот этого воспитания духовно зрелой, соединенной с Богом личности, которая под покровом Божьим будет защищенной в любых, даже самых отчаянных, самых рискованных, смертельно опасных обстоятельствах. Субтитры создавал DimaTorzok